Доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина, а на канале этом продолжается цикл бесед, посвященных истории советско-финляндских войн. Движемся мы от начала, прямо от самого начала, от создания Финляндии. И сегодня тема нашей беседы – это гражданская война в Финляндии. И главная моя задача – постараться самому понять, да еще по возможности рассказать вам, как так получилось, слово «почему оно как-то плохо подходит», как так получилось, что вот в Финляндии-то победили белые, а в огромной России, под боком у Финляндии, победили очень даже, крепко победили красные. Еще раз напоминаю, что к началу XX века Финляндия подошла, с точки зрения ее политического, социально-политического развития, как одна из весьма продвинутых стран Европы. Там было уже всеобщее избирательное право, там даже разрешили голосовать женщинам, что было совершенно диковинно. После революции 1905 года российский император вынужден был согласиться и на создание и функционирование Финляндии полноценного парламента, который мог принимать обязательные для Финляндии решения, едва ли их пока еще можно было называть словом «законами». И в этом парламенте весьма заметное место занимали социал-демократы. На первых выборах 1907 года они получили 37% голосов, а дальше еще больше. Социал-демократия там была очень сильная, социал-демократическая партия стала фактически наиболее массовой и в этот период, и в дальнейшей партии страны. И это достаточно удивительно, учитывая, что, во-первых, такой нигде в мире не было, а чтобы столько набирали социал-демократы, и из чего бы это взялось в стране, которая, в общем-то, все еще оставалась преимущественно аграрной страной, и промышленных рабочих, по имеющим с оценкам, 15-16% было в населении этой страны. Это важный момент для понимания того, что произошло дальше. И здесь надо понять, что социал-демократия была не совсем обычная, и ее социальная база, социальная и электоральная, была не совсем обычная. Дело в том, что быстро идешь, штаны рвешь. Стремительное экономическое развитие Финляндии, собственно, как и любой другой стране, которая переживала период буржуазной модернизации, приводит к тому, что не все поспевают, и кто-то, как говорится в кавычках, не вписывается в рынок. То есть, бурная индустриализация сельского хозяйства, внедрение новых аграрных технологий, все это замечательно, приводит неизбежно к тому, что какая-то часть крестьян-единоличников, который раньше имел свое хутор, свое хозяйство и был у себя хозяин, разоряется, не выдерживает конкуренции, он должен куда-то наниматься в батараки. А куда же ему наниматься? Вторая составляющая финской экономики – это лес. Это огромные безбрежные просторы леса, который превращался в пиломатериал, а потом в целлюлозу и бумагу. Финляндия стала одним из крупнейших производителей целлюлозы и бумаги. А лесное хозяйство, как вы понимаете, требует огромного количества грубого физического труда. Это сейчас там полдиковинные машины, которые хватают, пилят, сучки срубают. На это все делал человек. Все делал человек, заметьте, еще даже без бензопилы. Огромное количество физического труда надо было там. Но, как всегда, нужны батараки в поле. Как всегда, нужен обслуживающий персонал самого низшего уровня в городах. То есть, значительное количество людей, которых номинально можно назвать наемными работниками, это совсем не тот промышленный пролетариат, высокообразованный, который стоит у токарного станка, читает чертежи и сам затачивает резец. Это были люди с достаточно низкой квалификацией, скажем прямо, не слишком образованные и весьма и весьма сильно обиженные на жизнь, который бросил их вот в этот новый статус. А новый статус наемного батарака после того, как он был когда-то у себя хозяином. Это была причина та социально-классовая, выражаясь в тех терминах, которые меня учили, которая, с одной стороны, обеспечила большую электоральную поддержку социал-демократам, с другой стороны, формировала внутри социал-демократической партии ее левое крыло, которое потом просто превратилось в коммунистическую партию в Финляндии, но это чуть позднее. Мы попадаем в 16-й год, это уже накануне, в 16-м году там проходят очередные выборы, и социал-демократы получают 103 места из 200. Опять же, как пишут умные люди, впервые в Европе социал-демократическая, стилистическая, в определенном смысле марсийская партия стала партией парламентского большинства. Вот в таком вот виде подходит Финляндия к 17-му году, царя скинули, власть взяла вполне законное временное правительство, сформированное Государственной Думой, которое сказало, что оно временное до момента созыва учредительного собрания, который и решит все вопросы. Какое-то время финская политическая элита, тот же самый парламент, это и создаваемое им правительство, правительство там называлось крайне неудобным словом «сенат». Обычно сенатом понимается что-то другое. Поэтому я буду по возможности называть это слово «правительством», а его руководителя – «премьер-министром», хотя они назывались не так. Так вот, они сначала законопослушно хотели отложить все вопросы определения статуса Финляндии, как выхода из состава империи. Выхода до момента созыва учредительного собрания, но довольно быстро стало понятно, что чуть едва ли дело дойдет до созыва учредительного собрания. Не забываем, что Хельсинки, тогда это называлось Гельсинфоркс, была главной базой Балтфлота, и на этой базе бесчинствовали толпы о пьяной солдатни. Известно, можете погуглить. Массовое убийство офицеров Гельсинфорксе. Совершеннейшие происходили безобразные сцены разгула этой самой пьяной, охваченной революционным порывом от Росни с призывами резать буржуев и вполне наглядными примерами того, как это будет происходить. Что, конечно же, усилило настроение в сторону того, что надо скорее выходить из этой страны, из этой огромной бывшей империи, которая погружается в хаос. С одной стороны, с другой стороны, наблюдая за этим разгулом революционных сил, правда, пока что ограниченных экипажами кораблей, кораблей был флотом и российскими войсками, которые были в этом портовом городе, усиливали с позиции консервативных сил. В результате на следующих осенних выборах, почему получили... Ну, там был некий конфликт с временным правительством, который потребовало перевыборов. А на осенних выборах социал-демократы, конечно, продолжая оставаться парламентской партией, но большинство потеряли. Было сформировано новое правительство, уже, скажем так, буржуазно-консервативное деятелие. Вот он замечательно заседает. Обратите внимание, заседает в кабинете. Красиво, конечно. Все еще под портретом какого-то русского императора. Руководителем, главой правительства стал Пьер Свин Хувут. Человек, который много сыграл. В общем, собственно, он стал первым премьер-министром независимой Финляндии. По образованию юрист, работал адвокатом, судебным чиновником. За свою профинскую позицию в 2014 году был отправлен в ссылку в Сибирь. Вернулся из ссылки уже после... Его освободила февральская революция. Был там встречен как герой. И, соответственно, в конце 1917 года стал главой правительства. Тем временем в Петербурге и Москве происходит то, что происходит. Большевики захватывают власть. Разгоняют временное правительство и начинают усиленно строить государство диктатуры полетариата. А диктатура полетариата, милостивые государи, цитирую дедушку, есть власть, не связанная никакими законами и опирающаяся на прямое насилие. Поглядевши на это, все совершенно политические силы Финляндии решили, что пора валить. Вот сейчас тут уж точно надо валить. 4 декабря правительство сформулировало текст декларации независимости. 6 декабря 1917 года она была утверждена парламентом Финляндии. Это день у нее считается днем, когда Финляндия отделилась и стала самостоятельным, независимым государством. Теперь еще надо было выяснить, а согласны ли с этим руководителем, те, которые считают себя правоприемниками руководства империи. То есть большевики и Совет народных комиссаров правительства большевистской. Отправилась делегация во главе с Финхугудом. И, как они сами потом писали, к раннему своему изъявлению, они были готовы к длительным дебатам. Ну, понятно, так просто никто никого не отпускает правительству Ленина. Без всяких сомнений и колебаний. Вот перед вами текст. 18 декабря. Подпись товарища Ленина. Под ним подпись товарища Троцкого. И, если я правильно понимаю, четвертая сверху товарища Сталина. О том, что руководство из правом нации на самоопределение, конечно же, Совнарком постановляет признать, принять. Ну, 18-го это было решение Совнаркома. А 31-го, прямо под Новый год, 31-го декабря 17-го года, уже было оформлено решение в ЦИК Российско-Центрально-Исполнительного комитета на декларацию о признании независимой Финляндской республики, каковы документ, лично, ой, извиняюсь, Бога ради, извиняюсь, лично Ленин вручил Свинхугуду. Вот прям вот так. Прям вот так, без малейших колебаний. Право нации на самоопределение, о чём каждый из тех, кто родился и учился в советской школе, конечно же, много раз считал, что советская власть немедленно признала независимость молодой Финляндской республики. А вот они к нам, вот, прям, скажем, повернулись даже стыдно сказать, чем. Я же от себя добавлю, что вот этот самый ленинский принцип права нации на самоопределение вплоть до отделения, хотя он, конечно, был задвинут Вудро-Вильсоном, а вовсе не Лениным. Тут вопрос не в авторстве, вопрос в использовании. По эффективности, по эффективности должен находиться на втором месте. Ну, на первом, конечно, абсолютно гениальная грабь награбленная, но это позволяет просто погрузить любую страну в пучину бесконечной войны всех против всех. Ну, как только ты ограбил награбленное, ты сам стал грабителем, которого следующие должны грабить. И дальше по очереди, пока до последнего. Это на первом месте, а право нации на самоопределение как инструменты разрушения государства занимает почетное второе место. Большевики этим активно пользовались, но при этом не забывали о главном. Что такое главное? Главное – это классовая борьба и мировая революция. Владимир Ленин, полное собранное сочинение, том 40-й, страница 19-я. Для интернационалиста вопрос о границе государства. Есть вопрос второстепенный, если они десятистепенные. Важны другие вопросы, важны основные интересы пролетарской диктатуры. Тот же том, страница 43-я. Вопрос о том, как определить государственную границу теперь, на время, ибо мы стремимся к полному уничтожению государственной границы. Есть вопрос не основной, не важный, второстепенный. С этим вопросом можно подождать и должно подождать. Бесконечное число раз это цитировалось, и всегда всеми это как-то понималось, как готовность раздавать территорию страны, бывшей империи, которая им досталась, кому угодно, когда угодно, любыми кусками, что у одних вызывало и вызывает бурное восхищение, у других столь же бурную злобу. Почему-то никто не задумывается, что все эти формулы можно прочитать по-другому. Если граница – это ерунда временная, какая-то ерунда, которая является десятистепенным значением фактором, то, соответственно, сегодня дали, а завтра забрали. Есть ли интересы? Мировой революции, установление всемирной диктатуры и политориата требует нарушить границу и помочь начавшейся политорской революции, ну неужели же эти временные, ничтожные, малозначимые линии будут нас останавливать? В чем замечательно убедились финны? В чем замечательно убедились финны? Начался 18-й год, может, подам 18-й год. По всей стране, в ее политорских рабочих центрах, в портовых городах создаются отряды Красной Гвардии. В начале октября в Гельсиново-Росе, буду называть по-новому, Хельсинки, они захватывают бывшую резиденцию российского генерала-губернатора, называют ее Смольным, по аналогии, особенно как-то даже не скрывая своих намерений готовиться к захвату власти и началу правильной пролетарско-социалистической революции. Ленин с его изумительной прозорливостью, практически пророческой прозорливостью, выступая где-то 10-го или 15-го в этом интервале января на собрании по Союзу железнодорожников, сказал о том, что, по его мнению, со дня на день в Финляндии начнется политарская революция. И угадал. И угадал. И угадал. Советский учебник описывает произошедшее в конце января следующим образом. Цитата. Кавычки открываются. После отделения от Советской России финская реакция перешла в решительное наступление на рабочий класс. Финский рабочий класс оказался в отчаянном положении и стал требовать от своих вождей решительных действий против буржуазии. В чем это наступление, учебник не говорит. А 22 января 2018 года на заседании Совета социал-демократической партии, да, был, наконец, образован высший революционный орган исполком финских рабочих. 28 января пролетариат Гельсингфорса, не дожидаясь руководства социал-демократии, начал революцию. Красная гвардия заняла столицу, а 29 января было создано революционное рабочее правительство Совет народных уполномоченных. Если читать буржуазно финские источники, а лучше всего читать мемуарем Энергеема, там все время подчеркивалось, что взбунтовавшиеся, это были подонки общества, буквально так описались, худшие люди нашего общества, худшие представители нашего народа, криминально-маргинальный элемент, да еще и значит сподач поощряемой, подталкиваемой, вооружаемой внешней силы Советской России, поднял мятеж против законной власти. Минимальная научная добросовестность все-таки обязывает меня отметить, что руководителем вот этого революционного правительства, Советом Народных Уполномоченных был назначен товарищ Кулер Ваманнер, который был а, руководителем социал-демократической партии, то есть партии парламентской и в определенные периоды партии парламентского большинства. Едва ли это должно назваться словом оригинальный элемент, а бывший глава правительства, Станый перед свинховодом, Оскаре Токой, вот в этом революционном Совете Народных Уполномоченных был министром продовольствия. Остальные члены этого правительства тоже были или депутаты, или бывшие депутаты парламента, или, по крайней мере, руководящие деятели парламентской партии. Так что рисовать это в виде бунта Черни против законной власти, как-то оно немножко неправильно. А тем не менее, все развивалось стремительно и хорошо, не тем не менее, а поэтому оно развивалось стремительно и хорошо. как вы видите в течение вот этого, ну, практически карта на первую неделю, первые две недели, то есть первые же дни восстания революционером вот этого. Красная Гвардия взяла под свой контроль весь, почти весь промышленно развитый, экономически развитый юг, юго-запад страны, все основные портовые города, как видите, Турку-Хельсинки, Выборк-Випри, крупнейший промышленный центр Тампери и в руках законного правительства Цвинхувуда осталось малолюдный, малолюдный аграрный центр из север страны, правительство это вынуждено было, прямо скажем, бежать в Азу, портовый город на берегу Ботнического залива. Территория, на которой проживало две трети населения страны, оказалась под контролем революционеров, то есть революция развивалась чрезвычайно успешно. Тем временем, тем временем первого марта, ну, то есть 28-го, первого марта, через месяц, ну, чуть-чуть больше, чем месяц, после начала революции, в Москве уже был подписан договор о дружбе и братстве между РСФСР и Финляндско-Социалистическая рабочая республика, обещана была всевозможная помощь, были переданы десятки тысяч винтовок, сотни пулеметов, боеприпасы, ну, и дальше начинается бесконечная дискуссия о цифрах, ну, где-то в диапазоне от семи, восьми, девяти тысяч человек, прибывших из России красногвардейцев, принимали совершенно прямое участие с оружием в руках в начавшейся, разгоревшейся гражданской войне. Вот при таком бурном старте, при таком бурном старте это все закончилось полным разгромом и поражением красных. Цена поражения была чудовищно велика, не забывая масштабы этой страны. На момент начала революции, начала гражданской войны в Финляндии было чуть меньше трех миллионов населения, чуть меньше трех, не путайте, четыре, это уж потом при советско-финляндских войнах. Так вот, в стране с населением чуть меньше трех миллионов, мы округляем три, в ходе этой гражданской войны погибло по всяким разным причинам 30 тысяч человек, каждый сотый, каждый сотый, и это за февраль, март, апрель, за три месяца, за три месяца каждый сотый, чтобы вы понимали, абсолютным чемпионом брата убийства является Соединенные Штаты Америки, где во время гражданской войны между севером и югом погибло два процента населения, но там, простите, воевали четыре года. Европе чемпионами является Испания, чудовищно жестокая гражданская война в Испании, это франкистский мятеж, как это у нас называлось, 36-39 год, там погибло полтора процента населения страны, но это опять же половинка 36-го, 37-й, 38-й, два с половиной года, чуть больше даже длилась эта гражданская война в Испании, а вот горячие финские парни за три месяца один процент убитых, каждый сотый человек в стране погиб, исключительная по ожесточенности война, и уж совсем становится плохо и дурно, когда мы смотрим на состав, на структуру этих потерь, а с цифрой в табличке не сойдутся, потому что были убитые вне указанных категорий, то есть мы видим, что убитые в бою из той и с другой стороны вставляли малую часть по сравнению с жертвами самого, что ни на есть разнужденного террора, те, кого убивали вне боя и сплошь и рядом без оружия в руках, убивали безоружных, то есть все происходило в худших традициях гражданских войн, с бессудными расстрелами, с кучами наспех закопанных трупов, в общем, все по полной программе, и как мы совершенно четко видим, белые усердствовали в этом терроре гораздо энергичнее, а когда эта война закончилась, то мы видим главную составляющую всех жертв, третья часть, больше трети всех погибших в гражданской войне, это пленные красного гвардейцы, умершие в лагерях. Это всегда не такая простая тема, это не такая простая тема, потому что в конс, извините, убираю это слово, лагеря для военнопленных, люди умирают. это не связано ни с эпохой, ни с больше или меньше жестокостью режима, хотя это удобная тема для политической спекуляции, но здесь было лучше получить сояснение от врачей, может ли человек умереть от горя и тоски. Вообще в 19 веке никто не сомневался в том, что человек от горя и тоски может умереть. Поясняю, поясняю. В советском плену, в советском плену, были пленные немецкие военнослужащие Вермахта, бывающие в ССС после войны. В советском плену погибло 450 тысяч немецких военнопленных. Вы когда слышали эту цифру? Цифра из Кривошеева, 93-й год, сборник Кривошеева, абсолютно официальный, эстоматийный, никто еще никогда не сомневался. 450 тысяч умерших в советском плену, это не считая тех, кого до лагеря военнопленных не довели, это вообще другая категория. При этом безо всяких учебников и без всяких архивов известно, что ничего особенно ужасного с немецкими военнопленными не делали. Это видели своими глазами миллионы людей, это видели мои родители, я думаю, это видели родители многих из вас, эти самые пленные немцы по всей стране работали, строили, строили, восстанавливали заводы, строили жилье, у нас полно кварталов Куйбышевой, построенных пленными немцами, никто с ними ничего ужасного не делал, собаками их не травили, палками не били, в общем, они получали паёк, тот же самый рабочий паёк, который получали в то время в Куйбышево советские рабочие на советском заводе, и тем не менее 450 тысяч каждый четвёртый из советского плена не вернулся. Поэтому надо понимать, что это цифра 11,5 тысяч погибших в плену красногвардейцев, это прежде всего результат эпидемии испанки, эпидемии осыпного тифа, и результат голода, реального голода, который был Финляндия в 2018 году, это что она никогда не производила зерно столько, сколько и надо, она всегда импортировала зерно, в начале века уже порядка 60%, откуда же его стало импортировать, импортировать, из России в Белую Финляндию не привезут, а по морям и океанам желающих возить нету, война идет, не забывайте, это для России, соответственно, для советского учебника и для нашего с вами восприятия истории, мировая война закончилась декретом о мире, ленинским декретом о мире она не закончилась, она продолжалась еще год, в 2018 год по морям плавают немецкие подводные лодки, желающих что-то туда-сюда везти по Балтике нет, поэтому в Финляндии был натуральный голод, летом 2018 года, но пока не появился хоть какой-то свой урожай, голодали все, пленные в лагерях, скучность, болезни, еще повторяю, тоска, тоже все это сказывается, и тем не менее, тем не менее, конечно же, можно возразить и сказать, что если бы приложили необходимые усилия, можно было бы такой смертности не допустить, на самом деле, правильным решением было просто немедленно всех распустить, пленных распустить, война закончилась, да, вместе с ними идет и какая-то часть людей, ответственных за красный террор, ну и хрен бы с ним, в общем-то, так оно было и сделано, уже к концу года, 2018 года, из 60 тысяч пленных в лагерях оставалось 6 тысяч, а в декабре вовсе был принят закон об амнистии, и в общем-то, в начале следующего года там уже в лагерях осталось только несколько сотен человек, которых они считали персонально лично виновными в красном терроре, опять же, надо отметить, что не было там пира победителей такого масштаба, как это было в Испании, где после победы франкистов просто несколько недель стреляли всех подряд, и даже когда это закончилось, когда это закончилось, через два года, два года после окончания гражданской войны, то есть победы франкистов, 160 тысяч еще находилось в пленах в лагерях, была вынесена в Испании 51 тысяча смертных приговоров, из которых 28 тысяч таки расстреляли в Финляндии, в Финляндии было в течение 18-го года приговорено к смерти 555 бывших красногвардейцев, активистов этой революции, из которых только 113 приговоров провели в исполнение, еще раз напоминаю, в Испании 28 тысяч, не было там такого зверства победителей, тем не менее, да, конечно, если бы сильно захотели, можно было бы, если бы очень сильно захотели, можно было бы не допустить 11 с половиной тысяч померших в концлагере. А теперь переходим к главному. Попытаемся все-таки разобраться, почему, хотя, ну, не бывает в истории, почему все там много вариантов, и это не механика, это не движение по шине в цилиндрах, и все-таки почему, как, так получилось, а что красную, которую были все козыря в начале, на руках в начале войны, почему они оказались разгромлены полностью, и так быстро. Ну, порядки возрастания важности, на мой взгляд, на мой взгляд, от наименее важных главным. Первым в ряду наименее важных, но важных, я бы все-таки обозначил то, что красные не были красными, но не было там настоящих красных. Это были такие красно-розовые. Понимаете, настоящие красные это большевистская партия, партия нового типа, такую партию надо готовить годами, десятилетиями, формировать ее как орден меченовцев. Социал-Афинская социал-демократия, даже та ее, та ее наиболее левая, наиболее экстремистская с точки зрения основного мейнстрима этой партии, часть которой возглавила революцию, это, конечно же, не красные, это красно-розовые. Читаю, первое, вот они взяли власть, создали свой этот совет, и первая декларация, обращение к гражданам. Читаю с первого слова. Рабочие граждане Финляндии, если это является вашим желанием, чтобы мы в настоящий исторический момент стали исполнять обязанности революционного правительства страны, то мы готовы непоколебимо выполнять эти обязанности в меру наших сил. Но если вы, товарищи, захотите поставить других людей на выполнение обязанностей революционного правительства, то скажите это в любой момент через собрание наших общих организаций, и каждый из нас готов передать бронзды правления тем, кому вы предложите. Что это? Ну, попытайтесь, но напрягитесь, представьте себе товарища Ленина, товарища Троцкого, товарища Сталин, вы не сможете, которые произносят подобные слова и сообщают городу и миру о том, что они захватили власть, начиная со слова «если». Нет, так, так, так революции не делают, так диктатуру пролетариак, еще раз напоминаю, на власть, опирающуюся на прямое насилие, не связанное никакими законами, не строит. Ну, да, да, это, конечно же, одна из причин того, что так начали, так и закончили. Второй момент, второй момент, более важный, и его надо особенно подчеркнуть, потому что всякий советский учебник и, соответственно, нынешний российский учебник, именно здесь делают главный акцент, это германский фактор. Советский учебник просто без затей объяснял, что интервенция германского империализма подавила, залила кровью финскую революцию. А что же было на самом деле? Что же было на самом деле? Ну, как всегда, начнем просто с цифр и фактов. В начале апреля, 3 апреля, если память не изменяет, они, да, высадились в Ханку. Схема перед вами, это крайний лостов на крайнем западе, юго-западе Станы, 3 апреля высадилась так называемая дивизия Гольцин, там не было дивизии, там скорее бригада почистилась, 7 тысяч немецких войск, и еще через несколько дней, через 4 дня, еще одна бригада в составе 2000 человек высадилась в Ловисе, апорт на юге Станы. Итого 9 тысяч штыков. Итого 9 тысяч штыков, которые появились там в начале апреля. А что к тому времени уже успело произойти, и вообще, какова была численность противоборщих сторон? Но считается, что и те, и другие, и Красные гвардии, и Белые гвардии, после того, как они сформировали, создались и начали превращаться в что-то вроде армии, имели порядка 70-80 тысяч человек. А что такое начало апреля? Ну, значит, еще революция началась в последних числах января, 28-29 первая половина февраля, скажем так, обе стороны формировали стремительно, лихорадочно формировали вооруженные силы. Серьезные бои начались в конце февраля, весь март. К началу апреля, к началу апреля Белые, после ожесточеннейшего, ожесточеннейшего двухнедельного сражения около Тамперы, город здесь, как вы видите, там была разгромлена наиболее сильная группировка Красной Гвардии, так называемой Северной Армии, а Монрегем оценят их потери убитыми пленами в 25 тысяч человек, это еще конец марта, начало апреля, и поражение по Тампере и переход Белых в наступление на юг, в общем-то, обозначил перелом войне. Тем не менее, даже после поражения у Тампере, по оценке Монрегема, Красная Гвардия еще имела порядка 70 тысяч человек, из которых 40 тысяч можно назвать армией, ну а 30 тысяч это отряды местной Таран-бароны. Еще раз, немцы высадились 9 тысяч, да, это регулярная армия, это немцы, это опыт мировой войны, нельзя их просто один в один сравнивать численностью белых гвардейцев и красных гвардейцев, но все понятно. Это было важное подспорье, которое помогло, конечно же, белым, да, конечно, удар в тыл, да, потеря столицы, первым делом, что сделали немцы, они заняли Хельсинки, практически без боя, это ускорило крах. Это ускорило крах красных, ну, дальше, сразу же, коротко, 25 апреля красное правительство кидает или бежит из Выборга в Петроград, и в последних числах апреля фактически все, организованное сопротивление было подавлено. поэтому немцы появились на завершающем этапе, они появились тогда, когда перелом войны гражданской был явно обозначен, но, конечно же, их участие способствовало тому, что это все произошло еще быстрее, чем оно могло бы произойти без них. Гораздо более важным, гораздо более важным было не эти 7 плюс 2 тысячи, которые высадились с начала апреля. Как на мой взгляд, гораздо более важным фактором, внешним фактором, влиявшим на ходы и сходы гражданской войны, был Брестский мир, заключенный между странами четвертного союза, Нерманской империи, Австралинингерской империи, Турецкой, Османской империи, Болгария и революционной Красной России, где, как известно писал Деникин, Великую Россию представляли господа Йоффа и Бронштейн. Апресский мир, приговоры, который начали с конца декабря 1917 года, был окончательно подписан 3 марта 1918 года и пунктом 4, ну, кроме того, что Россия должна была все сдать, отвезти свои войска, предоставить немцам возможность оккупировать Эстонию, в современных терминах, Эстонию, Латвию, Литву, западные районы Белоруссии и всю Украину, кроме всего этого прочего, пунктом 4, если не путай Брестского мира, был безоговорочный вывод всех российских войск и Красной Гвардии из Финляндии. И вот это-то было, на мой взгляд, гораздо важнее. Напоминаю, что замечательно долго о дружбе, братстве и всяком прочем, социалистическая Финляндия был подписан 1 марта, и подписывая его, Ленин прекрасно понимал условия Бреста, они знали, с конца февраля уж точно, они знали весь полный текст, они знали, что ничего они сделать не могут, в результате оттуда пришлось убрать то, что еще не убралось, ну, то есть, те остатки разваливающихся, рассыпающихся российской императорской армии, которые еще оставались в Финляндии, оттуда пришлось вывести, посылку туда красногвардейцев пришлось очень сильно маскировать, то есть, так сильно маскировать, что, в общем-то, она и стала сокращаться и близиться к нулю, то есть, подписание Брестского мира, подписание Ленина, его правительство Брестского мира, самым существенным образом сказалось на ходе гражданской войны в Финляндии, гораздо больше, на мой взгляд, чем высадка 7 тысяч немецких войск. Подписав Брестский мир, большевики прикрыли возможность прямой, открытой революционной войны, прямого, открытого вторжения в Финляндию, прикрыли сами для себя, не подчиниться они не могли в той ситуации, не подчиниться немецким требованиям, ну а потом, потом, когда Брестский мир вместе с крушением Германской империи в ноябре 18-го года отменился, но к ноябре 18-го года, как мы уже с вами поняли, гражданская война в Финляндии завершилась полностью безоговорочно, полностью безоговорочно. А теперь то, что, на мой взгляд, является главным, главным, что определило совершенно разный ход и исход гражданской войны в Финляндии и в огромной России. Почему в маленькой Финляндии так быстро и решительно победили белые, а в огромной России столь же решительно, правда, не так быстро, но безоговорочно победы добились красные. На мой взгляд, проблема, трагедия России, это не проблема, трагедия России в том, что в России, ну, по словам России, я, разумеется, имею в виду весь этот, всю эту территорию, которая сегодня называется Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, в России белые и розовые не смогли, не захотели договориться о том, чтобы объединить свои усилия в борьбе против красных. Вместо того, чтобы объединить свои усилия, они ожесточенно мочили друг другом, а розовые еще и периодически объединялись с красными для борьбы против белых, впрочем, белые им платили тем же самым, напоминаю, что под розовыми я имею в виду социал-демократов, эсеров, меньшевиков, вот эту вот умеренно левую часть политического спектра, когда депутаты, но именно они, именно розовые, и составили большинство очередительных собраний. Выбор в очередительном собрании победили сыры Маншвики. Они там были, если я не ошибаюсь, 70% избранных депутатов. И куда же делся комуч, куда делся комитет очередительного собрания, обозначивающий себя как, безусловно, законно и легитимное временное правительство страны, у нас самое оно и собралось. Куда делась? Куда делся комуч, куда делась народная партия, народная армия, извиняюсь, инсформированная? Куда делась Российская Демократическая Федеративная Республика, приглашенная комучем? Она была разгромлена белыми, комуч был разогнут Колчаком, некоторые его депутаты были просто убиты и расстреляны колчаковцами, пусть это было не совсем по команде Колчака, но понятно, что была такая ситуация, можно начать с Корниловского мятежа, когда Российский Розовый, то есть временное СРМ-шведское правительство Керинского, подумало, подумало, поколебалось пару дней, а потом вместо того, чтобы поддержать Корниловский мятеж и раздавить большевиков, объединилась с большевиками, для того, чтобы оказаться против лени Корниловского мятежа. Вот оно все и здесь и происходило, и неспособность одних белых умерить свои амбиции, умерить свое желание перевешать и перепороть сбунтовавшихся холопов, с одной стороны, с другой стороны, непонимание розовыми социал-демократами, сырыми шевиками, непонимание той катастрофы, жуткой катастрофы, глобального масштаба катастрофы, которая приведет победа красных в огромной стране, и привело к тому, что они замечательно мочили друг друга, а пока не этим занимались, красные перебили и тех, и других. Вот так, к кратчайшему изложению гражданская война в России. А вот в Финляндии все пошло по-другому. Вот финляндские белые, твердые и безоговорочные, точно так же, как твердые и безоговорочные финляндские розовые, то есть буржуазные социал-демократы объединились в том, чтобы в едином твердом намерении подавить красный мятеж. Они его и подавили. Почему, следующий вопрос, а почему в Финляндии белые оказались такими умными, а в огромной России такими безрассудными, это вообще гигантский философский вопрос, потому что надо уходить в большие глубинные истории Софии, мне туда входа нет. Ну, один момент, одну составляющую, конечно же, надо обозначить, вы понимаете, у нее было имя, огромное, длинное имя, Карл Густав Эмиль Маннергей. Да, конечно, без роли этой личности в истории Финляндии, я думаю, что всякий согласится, что история Финляндии могла бы покатиться совсем по другим путям. Эта личность, сыгравшая столь большую роль в истории, родилась 4 июня, заметим, сомена Финляндии 4 июня, это день флага вооруженных сил, я совершенно сам этого не заметил, но первая серия нашего, финского сериала, тоже началась 4 июня. Так вот, родился он 4 июня 1967 года в родовом поместье, там и сейчас он есть, это трехэтажный особняк, если не сказать, дворец, оборонов Маннергеймов, как я прошлый говорил, что его прадедушка, прадедушка Буржи, известный авторитетный человек, был в составе делегации, которая из Финляндии прибыла к императору Всероссийскому определять условия вхождения в Финляндии, то есть весьма знатный род, отец его Кайл Роберт Маннергейм, женился на Элен фон Юлин, вероятно, промышленных шведских, шведских финского происхождения, извиняюсь, немецкого происхождения, то есть родители были, ну, можно сказать, шведами, если не шведы, немцами, однако мама, мама была горячим поклонником французской культуры, французского языка, в результате родители, будучи шведскоязычными, приняли решение, что в доме с детьми, детей было семеро, детьми они будут говорить на французском, и только в выходной день, только воскресенье разрешалось в доме с детьми говорить на шведском языке. Ну, финский язык, маленький Карл Густав, наверное, слышал о домашней прислуге, но дети какие-нибудь крестьянские во дворе игрались, не знаю, но в общем он жил вот в этом, в этом двуязычии, шведском, французском, любовь к французской культуре имела серьезные последствия, папаша разорился и, прихватив с собой любовницу, бежал в Париж, бежал в Париж, обросив семью без средств существования семеро детей, от горя и тоски мама умерла через год, тогда это с людьми происходило, ребенок вообще, 14-летний мальчик остался практически сиротой, и добрые родственники пристроили его в кадетское училище, ну, благо все-таки вот баронский титул отобрать невозможно, в кадетском училище он поучился 4 года и был оттуда выгнан с треском за недисциплинированность и самовольные отручки в город, однако мальчик не успокоился, мальчик был энергичный во всем, в течение года он съездил к родственникам Харьков, выучил русский язык, проучился что-то меньше года в Хельсинском университете подтянул свои знания, сдал вступительный экзамен, и в 87 году в возрасте 20 лет он поступает уже в Санкт-Петербурге в Николаевскую кавалерийскую школу, вот он на фотографии, он это, который справа, метр девяносто, все видно, все понятно, все видно, все понятно, свободный французский язык, дворянский титул, баронский титул, в столице империи он делает блестящую карьеру, заканчивает Николаевскую кавалерийскую школу, привилегированную, два года служит, тянет лямку в армию, потом поступает в кавалергарды, то есть конную гвардию, куда пускали только самые сливки аристократии, делает и там блестящую карьеру, у молодого кавалергарда было две четко обозначенные страсти в жизни, женщины и лошади, и то и другое способствовало, чрезвычайно способствовало его интеграции, по-соверному говоря, высшие круги, светские круги столицы империи, мемористы насчитали 50 его любовниц, включая представителей самой высшей, не буду называть фамилией сплетничей, самой высшей российской аристократии, и когда в 96 году происходила церемония коронации Николая Второго, блестящий красавец шесть вершков Росток кавалергард герцевал на лошади почетной процессии, которая сопровождала от нового императора в столицу, а рядом с ним, просто рядом с ним, на соседней лошади или кони, не знаю кто, герцевал еще один человек, Скоропадский, тоже красавец кавалергард, молодой, такой весь из себя красивый, которому предстояло на очень короткий период стать ясновельможным гетманом Украины и стреском процрать все, за что он брался. Ну, у Моногем оно получилось по-другому, самое переходим ко второму и главному страсть к лошадям, он был назначен после церемонии коронации был удостоен беседы с императором, император узнал, что он очень любит и понимает в лошадях, он стал, как там называется, в общем, короче, царские конюшни, как-то было другое сложное название, он был назначен туда не самым главным, но одним из тех, кто руководил царскими конюшнями, закупал лошадей для царской конюшни с окладом 300 рублей в месяц, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, у нас в Самаре рабочие на казенном трубочном заводе, где царейские взрыватели делали, рабочая аристократия получал 60 в месяц, а главный самарский жандарм, как на самом областном или губернское жандарское управление получал 200, а Маннергеем при лошадях получал 300, при этой должности он непрерывно общался, в том числе и с государем-императором, он ездил по всей Европе, закупая лошадей до царских конюшен, при этом деле познакомился с императором германским Вильгельмом, соответственно, понимаете масштабы его контактов и в столичном свете, учитывая, что российская вся аристократия была связана теснейшими родственными узами с европейской, а понятно, где он был, при этом совсем неправильно понимать его как некого плейбоя, и ловеласом, он активно служил и воевал, во время японской войны он отправился в армию, командовал, вернулся из японской войны полковником, после чего был направлен государем-императором в тайную экспедицию по Тибету, где он провел полтора года, проводя съемку местности, изучая этот будущее, возможно, театр военных действий, после чего был удостоен двучасового доклада опять же государя-императором, к началу Первой мировой войны он уже генерал и закончил свою службу в армии Российской империи, он в звании генерал-лейтенанта в должности командира конного кавалерийского корпуса, причем в армии Брусилова. А 30 лет, ровно 30 лет он служил верой и правдой Российской империи, я думаю, что без малейших сомнений он может быть обозначен как русский генерал, ну да, конечно, что Багриттен тоже был русским генералом, а Крузенштейн был русским мореплавателем, а Фон Визин был русским писателем. Это империя, это империя, там никто не смотрит на происхождение, это был русский генерал, он 30 лет провел в России, к тому моменту он, наверное, уже окончательно подзабыл плохо известный ему финский язык, по-фински он до конца жизни говорил сильным акцентом, который смешил окружающих, подобным смешил окружающих и мемуары свои, кстати, написал на шведском языке, на шведском. Они уже потом были приведены на всякие разные языки, в том числе приведены и на финский язык. Эта биография вполне, на мой взгляд, вполне могла привести его в русскую белую армию, могло сделать его одним из руководителей российского, русского, белого движения, но получилось по-другому, но получилось по-другому. И есть одна фраза в его мемуарах, которая, на мой взгляд, очень ясно, коротко и ясно объясняет, почему получилось по-другому и почему он из огромной России уехал, вернулся в маленькую, наверное, к тому моменту уже окончательно забытую Финляндию. Кавычки открываются. Несмотря ни на что, я был уверен, что наша страна, в данном случае наша страна это уже Финляндия, это пишет мемуарь бывший президент Финляндии, что наша страна обладала более широкими возможностями для спасения культуры и общественного строя, чем Россия. Там, в России, я наблюдал только отсутствие веры и пассивность на родине же я ощутил неизбывное стремление людей сражаться за свободу. Без малейших экивоков изложу я вам мое мнение, мое личное субъективное мнение о том, что барон Маннергейм принимал по словам свобода, за которую он и сражался, сражался, не покладая рук и меча в ножны, не вкладывая. Он был аристократом до мозга костей аристократом и монархистом. Под свободой он понимал свободное без внешнего принуждения, основанное на глубоком внутреннем убеждении служение аристократов, готовность аристократов служить в своей стране. Это был не тот аристократ, понимаете, это был аристократ, это был очень редкий тип для Российской империи, к несчастью для этой империи. Это не тот старинный русский барин, Кирилла Петрович Троекуров, описанный Пушкиным в Дубровском, который каждый вечер был на веселе, два раза в неделю страдал от обжурства, устроил себе гарем из крепостных девушек, отравил своих гостей медведями, а потом еще в припадке бессмысленной злобы и мщения непонятно за что, затравил, разорил и довел до смерти своего соседа и друга. Нет, это совершенно другой тип, это тот аристократ, который дворнику и кучеру обращается исключительно и только на вы, который признает все человеческие права и достоинства за крестьянином, запятая, если этот крестьянин знает свое место и пашет землю, за рабочим, если этот рабочий знает свое место и старательно крутит ручку токарного станка, который понимает, что его обязанность как аристократа это защищать крестьян и рабочих от внешнего врага, защищать их от врага внутреннего, который пострекательская пропаганда хочет их сбить с пути истинного, который обязан беспощадно подавить мятеж быдлу, если быдло сбунтовалось, и который, который, конечно же, не имеет права опуститься до чувств злобы, мщения, тем более злобы и мщения по отношению к безоружному, сдавшемуся противнику. Вот это представление о свободе об аристократии и, на мой взгляд, определило и его действия, и его роль во всей этой страшной и кровавой истории гражданской войны в Финляндии. При этом тоже определенно надо сказать, что он был и остался монархистом, и вся вот эта парламентская демократия с этими выборами, заигрыванием с избирателем, все это ему очень мало нравилось. Он, конечно же, был монархистом, в его мемуарах уже написанных много-много лет после события. Мы находим, но он так передает, вот когда все закончилось, а закончилось оно 16 мая 2018 года парадом победы в Хельсинки. 16 мая парад победы в Хельсинки во главе этих парадных колонн марширует в Энергейм, и потом он приходит, его принимают в президентском дворце, он символически передает власть законному правительству, правительству Северных Угуда, и произносит, обращаясь к ним, такие замечательные красивые слова. Армия считает своим правом открыто высказать пожелание, что закон должен гарантировать такой общественный порядок и такое правительство, которое навсегда избавит нас от ужасных ситуаций, подобных той, что только что пережила наша страна. Армия считает единственной гарантией такой угрозы передачу штурвала государственного корабля Финляндии твердые руки людей, которые не будут подвластны политическим спорам и которым не надо будет идти на компромиссы, иными словами торговаться о государственной власти. На мой взгляд, на мой взгляд, в переводе с русского на русский, это означает не надо нам никаких парламентов, а нужно нам найти нормального царя-короля и будем жить в нормальной конституционной монархии, где император, роль, конституционный монарх не торгуется своими подданными о власти. Да, взгляды были именно такие, они не изменились, и тем не менее, тем не менее, он не разогнал это правительство, как сделал Колчакскому и никого не перестрелял, осоздав армию, переведя эту армию к победе, на блюдечке с голубой каемочкой передал власть законному, сформированному, законно выбранным парламентом правительству. Сказав столько теплых и даже пафосных слов по поводу главнокомандующего финской армии, все-таки самое время, под конец передачи, сказать, а кто же воевал-то? Армия-то была из кого? А сам Энергейм настойчиво утверждал, что это крестьянская армия, и что ему оказана была честь командовать финской крестьянской армией. Но в советской интерпретации армия была составлена из озверевшего кулачья, которая утопила в крови финскую революцию. Исследования современных, уже 21 века финских историков наконец-то продали некоторые цифры. По одной из работ, я не говорю, что это посвященное описание, но один из современных финских авторов посчитал так. А крестьяне, конечно, были, безусловно, в Белой армии, их было даже меньше половины, 44%. А 44% белой гвардии это крестьяне, а вторая по численности группа 33%, то есть ровно одна треть, он их определяет как представители нижний слой среднего городского класса. Работающая по найму интеллигенция, государственные служащие нижнего звена, мелкие городские предприниматели, рыбаки на Балтике, вот такой простой городской народ, скажем так, составляет 33% и целых 17% представьте себе, целых 17% то, что они определяют как верхний средний класс, предприниматели средней руки, бывшие чиновники, землевладельцы, юристы, священники, врачи, инженеры, в ту эпоху врачи, инженеры, это не советский врач, инженер, это именно что, верхний слой среднего класса, владельцы капитана судов 17%, и вы не поверите, 5% рабочих, и 5% рабочих. Вот такой был классовый состав этой самой белой армии, которую создал и которой руководил русский генерал-лейтенант Маннергейм, но армия не может состоять из арендовых и командующего, как многие считают, пишут и говорят, и говорят, что и эта война, нынешняя отражение российской агрессии подтверждает, что боеспособность армии главным образом зависит от взводного командира, а где же было набрать взводных командиров, младший комсостав по-советски, представьте себе, с этим были очень большие проблемы, ибо, ибо, а фин, жители, граждан, не знаю, короче, жители Великого княжества финляндского на войну не призывали, даже во время Первой мировой, поэтому людей с опытом воинской службы было ничтожно мало, а проблема с комсоставом младшим была огромная, решили ее за счет, во-первых, была такая интересная структура, как финский егерский батальон, или легион, пишут, что это такое, это финские добровольцы, которые еще до даже начала Первой мировой войны, скорее, нелегально покинули страну, переместились в Германию, а там поступили на воинскую службу в армию Германской империи, воевали на Восточном фронте за немцев в Первую мировую войну, их было порядка полутора тысяч, когда началась гражданская война, большая часть из них вернулась на родину Финляндию, и вот эти люди уже с немецкой военной школой и составили те кадры, из которых можно было формировать младший комсостав, это одна составляющая, а другая составляющая шведы. Да, надо обязательно отметить, что никаких малейших микроскопических разборок между шведами и финнами гражданами новорожденной страны не было, а более того, из-за Швеции по большей части тоже нелегально, а некоторые буквально по льду Ботнического залива зимой прибыли туда порядка тысячи шведских добровольцев, среди которых не все, но значительная часть были люди с каким-то военным опытом, офицеры младшего звена. Вот эти два основных источника, ну и плюс, и плюс такие же, как Маннергея. то есть шведские аристократы жители Великого княжства Финляндского, выраженцы Великого княжства, которые служили в армии Российской империи и там соответственно дослужились до какого-то воинского чина и какого-то приобрели военный опыт, уже служа в армии Российской империи во время Первой мировой войны. Вот таким образом был составлен младший средний комсостав, который и обеспечил устойчивость, управляемость и боеспособность этой армии. А вот собственно и все, что я хотел и мог рассказать вам про гражданскую войну Финляндии. Наверное, надо уже заканчивать, тем более я одним глазом вижу, на часах мы уже где-то час с вами работаем. Хотелось бы мне закончить и на этом и в очередной раз вас обмануть подло, но не удастся, не удастся уже после первого же, первой серии уже появились комменты, вот пожалуйста, как обычно от Солонина с резуном, тут вижу, тут не вижу, тут рыбу заворачиваю, почему нету ни слова про то, что было еще две войны с 18 по 22 год и начали их финны, да, 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 агрессия Финляндии против молодой Советской Республики, придется, придется все-таки мне об этом вам рассказать, но чтобы не комкать этот рассказ, я решил выделить в отдельный такой небольшой буквально будет такое кино, минут на 20-25, вам не придется долго ждать, оно появится буквально, я думаю, сейчас, когда вы уже нажмете кнопочку, оно уже будет у нас на канале выложено, ну а на этом всем спасибо за внимание.